МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на телеканале НИКО+. В студии Юлия Кучеренко. Здравствуйте. Сегодня суд Суаярви огласил приговор фельдшеру Суаярской больницы Ирине Щербаковой по делу о гибели детей на озере Сямозера. Медику было предъявлено обвинение в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц. Ранее прокурор просил отправить фельдшера Суаярской ЦРБ Ирину Щербакову в колонию на четыре года с отсрочкой исполнения наказания до момента, когда ее 10-летней дочери исполнится 14 лет. Защита просила оправдать Щербакову. Напомним, по версии следствия, фельдшер Щербакова не отреагировала на звонок одного из тонущих на Сямозере детей, и это не позволило вовремя начать спасательную операцию. В итоге Ирину Щербакова признали виновной в халатности, повлекшей по неосторожности смерть одного и более лиц, и приговорили к трем годам колонии-поселения с отсрочкой приговора. В эти минуты на набережной Петрозаводска возле Ротонды горожане зажигают свечи и возлагают цветы к Большому камню. Акция проводится в памяти погибших в метро Санкт-Петербурга, где накануне днем прогремел взрыв. В результате теракта погибли 14 человек, ранения получили 62 пассажира. За авиасообщение между Петрозаводском и Москвой теперь отвечает компания «Сибирь». Перевозчик имеет 25-летний стаж. Неоднократно завоевывал авиационную премию «Крылья России». С сегодняшнего дня рейсы «Петрозаводск-Москва» будут осуществляться три раза в неделю. К лету сообщение между городами планируют сделать ежедневным. «Руслайн» заменила «Сибирь». Два года назад она получила награду «Лучшая российская авиакомпания». Сегодня в Петрозаводске приземлился первый лайнер «Сибири». Теперь рейсы в обоих направлениях будут осуществляться утром, по вторникам, четвергам и субботам. Цена билета на борт лайнера от 3360 рублей. Для сравнения, купе в фирменном поезде стоит примерно 3500. С августа авиасообщение с Москвой планируют сделать ежедневным. Аэробус А312 рассчитан на 144 места. Корпус окрашен в цвета «One World» – третьего крупнейшего авиационного альянса в мире. Авиакомпании члены альянса выполняют полеты в 150 стран. Безусловно, компания очень надежная. Причем это сразу делает Петрозаводск с точки зрения авиасообщения привлекательным для иностранного туриста, которому опять-таки с точки зрения стыковок удобно будет через соответствующую компанию прилететь до Мадедова, с Европы, с Азии, потом пересесть на наш самолет и, собственно, прилететь, посмотреть наши с вами красоты. Артур Парфенчиков уверен, что наполняемость регулярных рейсов Москва-Петрозаводска будет обеспечиваться в первую очередь туристами. Кроме того, к лету планируют запустить стыковочные рейсы, чтобы по единому билету жители Карелии могли долететь в Крым. Строительство президентского кадетского корпуса на Комсомольском проспекте в Петрозаводске в самом разгаре. Учиться там дети начнут этой осенью. Заявление на обучение принимают с 15 апреля. В училище открыт набор в пятые, шестые и седьмые классы. В училище будут брать только тех школьников, у кого нет проблем со здоровьем. Принимать документы и организовать вступительные испытания поручили военному комиссариату Карелии. Там проверят физическую подготовку кандидатов и знания школьной программы, в том числе русского языка, математики и литературы. Собеседования будут здесь проводиться грамотными педагогами. Возглавлять комиссию по приему будет руководитель Санкт-Петербургского суворовского училища вместе со своими педагогами. Учиться в президентском кадетском корпусе будут подростки не только из Карелии, но и из других регионов. Кто будет учить детей, решат в Министерстве обороны России. Подать заявление родители могут в военном комиссариате Республики Карелия до 1 июня. Расселяют, расселяют, расселить не могут. В деревянных домах у бывшего Гоголевского моста по-прежнему живут люди. Уже больше года администрация города не может найти им равноценное жилье. По словам городоначальницы Ирины Мирошник, сроки окончательного расселения вновь пришлось перенести. Деревянные бараки на Гоголя до сих пор стоят и в них до сих пор живут. Нерасселенными остается 11 квартир. По словам строителей, бараки мешают развернуть полномасштабное строительство. Однако чиновники мэрии все еще не могут найти жителям нерасселенных квартир равноценную замену. В марте были объявлены уже пятые по счету торги, но и они не принесли желаемых результатов. Из 11 квартир только на 5 нашлись покупатели. Мы запустили еще шестые уже торги по новой, но это уже очевидно мы уходим в начало мая. Впрочем, в мэрии готовы предложить людям альтернативный вариант – временное жилье. Однако горожане против. Они опасаются, что могут остаться пленниками маневренного фонда навсегда. На улице Кооперативной в Петрозаводске появился самовольно установленный вольер для щенков. Однако городские власти не видят в этом проблему. Как и в руинах на улице Радищева, они уже 20 лет осложняют жизнь горожанам. Подробности в нашей рубрике «Дежурный по городу». Жители дома номер 3А по улице Кооперативной стали невольными свидетелями необычного реалити-шоу. Каждый день они наблюдают из окна щенка, мерзнущего в клетке. По словам местных жителей, самовольно построенный вольер появился у них в дворе неделю назад. Мужчина, проживающий в соседнем доме, решил воспитывать здесь свою охотничью собаку. О том, что на улице Кооперативной живут и другие люди, охотник, видимо, не подумал. Ночью стон, лай, писк, виск, вообще покоя нет. Дети подходят, здесь вообще детская площадка. Суют туда ручки, пальчики, а если укусят? И вообще это не место для такого вот приспособления. Жители дома обратились в мэрию, однако городские чиновники ничем не смогли им помочь. Рекомендовали идти к участковому. Проклятый старый дом. Эти руины на улице Радищева очень сложно назвать живописными. По словам местных жителей, здание заброшено уже более 20 лет. И сносить его, по-видимому, никто не собирается. Как рассказали жители окрестных домов, в развалинах постоянно ночуют бомжи. Повсюду мусор и крысы. Горожане каждый год обращаются в мэрию с требованием убрать руины с улицы. Однако ответ получают один и тот же сакраментальный. Денег нет. В городе появились грунтовые дороги, по которым ездить попросту небезопасно. Это участок улицы Хейканина от лесного проспекта до бассейна H2O. По таким ямам лучше передвигаться только на внедорожнике. А вот проезд Тидена в районе второй площадки УТЗ. Для водителей легковых автомобилей, особенно с низким дорожным просветом, явный поворот не туда. Наконец, лучше сто раз подумать, прежде чем сворачивать с улицы Мерецкого на лесную. Если, конечно, вы не участник трофи-рейда. Таким мы увидели Петрозаводск сегодня. А если и вам есть что рассказать, звоните по телефону 533232. Давайте делать новости вместе. Новости на сегодня все. Я Юлия Кучеренко. Желаю вам всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова